Бригады, которые оценивают сложность упражнения и композиции. Бригада А2 оценивает базовую стоимость элементов. На ваших экранах стартовый протокол участниц финала с обручем. Бригада А2 оценивает оригинальность, музыкальность и хореографию. И бригада А2 оценивает, насколько чисто и насколько правильно выполнено упражнение. Предыдущие правила. В предыдущих правилах оценки выставлялись из 20 баллов. И для более удобного восприятия их делили на 2. То есть максимальная оценка оставалась десятка. А вот сейчас решили не делить оценки на 3. Все уже, в общем-то, привыкли к этим баллам, которые начинаются с цифры 20. То есть 28 – это хорошо, это для оценки для лидеров. 27 – это неплохо. Ну а все, что ниже, как правило, это уже не призовое место. Магда Мухаммед из Латвии. Выполняет упражнения с обручем. На чемпионате Европы в Женеве она выступала в составе сборной по групповым. Еще тогда все обратили на нее внимание. Тебнокожая гимнастка – очень редкое явление в художественной гимнастике. Вот сейчас она выступает одна на площадке. Это говорит о том, что в Латвии не такая сильная сборная. И у них гимнастки не разделяются даже на групповичек и наличниц. В принципе, если взять любую девушку из нашей сборной по групповым, она будет очень хорошо выступать в стране, где не очень хорошо развита художественная гимнастика за лидера. Но у нас есть четкое разделение. И, как правило, девчонки, что стоят в групповых упражнениях, никогда не выступают в личном. Ну, разве что бывают случаи выступить за сборную города, может быть, или за школу.